Привет, друг! Хочу тебя приглашить на уникальный проект под названием Mindspace. Версия данного проекта 1.0-1.9. Я думаю, что тебе надоели однообразные серы с выживанием, поэтому я тебе рекомендую насладиться игрой в Tintiran, а также Skywars, которая есть на этом крутом проекте. Только тут отзывчивая и клёвая администрация, которая тебе помогут в любой ситуации. Также скоро будет roleplay, что само по себе большая редкость. Заходи, мы ждём именно тебя. IP-порт, а также ссылка на группу будет в описании. А мы продолжаем. Всем привет, ребята! Кент на проводе. И сегодня ваш Кент ДПК вам расскажет топ-5 идей для BlackStrike 5.0. Я вам не буду лгать, я вам не буду говорить, что эти вещи планируют добавить. Я просто скажу так, что было бы неплохо, если бы эти идеи реализовали в BlackStrike 5.0. Потому что сейчас я заметил очень много ютуберов, которые снимают видео типа обновления 5.0 и тому подобное. Но на самом деле это всё просто враньё. Потому что нет никакой официальной инфы по поводу обновления 5.0. Есть просто скриншоты. То есть это фотошоп. Даже внимательно на всех моих скриншотах, снизу слева, есть ссылка на группу. Это ссылка на группу Риада. То есть вы её все знаете. Это LordFenix. И к сожалению, много ютуберов воруют эти скриншоты и говорят, что это планируют добавить 100%. Так вот, ребята, знайте правду. На самом деле это просто фотошоп и ничего из этого не планируют добавлять. А если что-то из этого и добавят, то это будет просто случайность. Потому что ни Раум, ни Тайбер, никакой официальной инфы по поводу следующего обновления не упускали. Они просто сказали, планирую добавить кланы. Всё. Точка. Надеюсь на вашу поддержку в виде лайка. Мне будет очень приятно. Ну что ж, поехали. А первая идея, которую необходимо реализовать, которую было бы неплохо, если бы добавили, при том это было бы очень даже неплохо, это создание своего скина. Как видно на этом скриншоте, тут мы видим просто обычный персонаж. И можно его как-то разукрасить, добавить цветов, сделать ему одежду. И вообще сделать с ним всё, что хочешь. Поэтому я думаю, что это было бы очень классно. Я, конечно, понимаю, что это очень тяжело реализовать. Почти нереально реализовать. Но если бы это добавили, это, ребята, добавило бы чуточку уникальности каждому скину. Вторая идея, это смена команды. Вот что-что, но смену команды, в принципе, реально реализовать. Поэтому, Раум, если ты смотришь это видео, пожалуйста, возьми себе на заметку, потому что это очень годная идея. У меня, ребята, уже было с этим много проблем. Особенно, когда я играю в КВ, я захожу, допустим, с риядом. И так получается, что он в одной команде, а в второй. И чтобы мы потом играли в одной команде, ему необходимо или мне необходимо перезаходить. Поэтому это, ребята, очень неудобно. И если добавят эту функцию, то будет очень круто и очень классно. Третья идея, это техподдержка. К сожалению, в наше время я встречаю довольно-таки много читеров, особенно на мини-играх. Я видел, как передо мной парень просто пролетал все мини-игры. И, ребята, как вы понимаете, это жесткий дисбаланс, и это необходимо просто править. Поэтому, если бы была техподдержка и было кому пожаловаться, то это было бы очень круто. Четвертая идея, это обмен черебра на золото. Не знаю, как вам, но, как по мне, ребята, в игре Block Strike очень мало возможности получить золото. Это новый уровень или просмотр регламы. Поэтому, вот эта вот обменная функция была бы очень-очень полезной. И пятая идея, это добавление режима сходка. К сожалению, скриншота нету, потому что эту идею я придумал сам. Очень часто бывают такие моменты, когда я хочу провести сходку, но постоянно кто-то кого-то убивает или еще какие-то проблемы. Поэтому я был бы очень рад, если бы добавили комнату, где-то может вместиться человек 30, и при этом там была бы ноу-поу-п-зона. Ну что ж, на этом у меня все. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Поддержите мне ваши подписки, мне будет очень приятно. Надеюсь на вашу поддержку в виде положительного комментария. Надеюсь, у вас больше не будет никаких вопросов по поводу обновления 5.0, потому что вы просто должны знать, что 99% всех обновлений 5.0 на ютубе, это просто фейк. Это просто они берут скриншоты с группы Рияда, моего подписчика, моего братана, и просто выкладывают, как будто это обновление 5.0, которое сказали разработчики. Но, к сожалению, ребята, как мы понимаем, это все всего лишь фейк. Ну что ж, с вами был ваш Кен, всем удачи и всем пока. Продолжение следует...